Доброе утро! Встречаем начало рабочей недели вместе с выпуском новостей на телеканале Катунь 24. Запас угля в Яровом увеличили до 6000 тонн, этого хватит до 15 декабря. На разгрузке накануне находились еще 11 вагонов твердого топлива. Первый праздник сибирской зимы на Бирюзовой Катуни с размахом прошла алтайская зимовка. Белокуриха Горная открыла новый спортивный сезон, что ждет горнолыжников и стаубордистов на Мишиной горе. Запас угля в Яровом увеличили до 6000 тонн, этого хватит до 15 декабря. На разгрузке накануне находилось еще 11 вагонов твердого топлива. На городской ТЭЦ в работе по-прежнему находятся два котла. Температура воздуха в квартирах жителей и социальных учреждениях составляет около 25 градусов тепла. Теплоснабжение в Яровом находится на ежедневном контроле оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомню, ЧАЭС в городе вели полторы недели назад по решению комиссии под руководством губернатора Виктора Томенко. Две новые школы и восемь детских садов запустят до конца этого года в Алтайском крае. В следующем году начнется строительство еще 14 объектов образования. В рамках краевой адресной инвестиционной программы, которую обсудили накануне власти края, в этом году запущено 248 мероприятий в сфере образования на чуть больше, чем на 2,5 миллиарда рублей. Ежегодный объем финансирования увеличивается. К концу года в крае планируют построить две школы, два пристроя и восемь дошкольных учреждений. В следующем году будет выделено около 2,5 миллиардов рублей на строительство и ремонт объектов образования. Власти завершат строительство от 13 школ и начнут возведение семи школ и семи детских садов. Умные остановки появятся в Барнауле в 2020 году. По данным пресс-центра мэрии, там можно будет не только погреться и зарядить телефон, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Всего планируется построить пять таких пунктов. Как пояснили в администрации города, работа по созданию умных остановочных павильонов уже ведется. Они будут оснащены видеокамерами, тревожной кнопкой, бесплатным Wi-Fi, системой зарядки мобильных устройств, информирующей строкой о прибытии транспорта. Это будут остановки на Доме быта, площади Октября, площади Баварина, у Краевой клинической больницы и на перекрестке Красноармейского и улицы Молодежная. Предрасположенность к хроническим заболеваниям смогут выявить жители Новоалтайска. Краевой центр медицинской профилактики проведет бесплатное выездное обследование. Врачи проведут прием 3 декабря по адресу Диповская, 22 в Новоалтайске. Всех желающих проверят на предрасположенность к гипертонии, сахарному диабету, глаукоме и другим серьезным заболеваниям. Также можно будет пройти обследование сердца при помощи кардиовизора. Акция стартует в 10 утра и продлится до 3 часов дня. Скоростной поезд между Барнаулом и Новосибирском запустят в 2020 году. Это направление станет первым в Западной Сибири. Также планируется открыть движение от Новосибирска до Омска, Кемерово, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Но для этого необходимо модернизировать уже существующее депо. А также построить новое, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика. Добавлю, «Ласточка» – скоростной электропоезд. Его разработали в Германии. Поезд может развивать скорость до 160 км в час. С размахом встретили декабрь в нашем крае на Алтайской зимовке. Праздник проводят шестой год и второй раз на территории Бирюзовой Катуни. Никто не замерз и даже наоборот – было много огня. Приехали сотни жителей со всего региона. И не только. По традиции работала выставка ремесленников, анимационные площадки. Можно было прокатиться на горках, поиграть в аэрохоккей. Еще на Алтайской зимовке настоящую спортивную разборку устроили Деды Морозы и Снегурочки. Восемь команд соревновались на скорость в заездах на санях. Борьба шла до последнего метра. Вечером гостей на Бирюзовой Катуни ждал концерт алтайских и танцевальных коллективов. А закончился первый день праздника в прямом смысле огненно – большим фейерверком и фаер-шоу. Больше 500 человек стали участниками праздника для любителей горных лыж и сноуборда в туристском субкластере Белокуриха Горная. В субботу там открыли новый спортивный сезон. Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открылся еще прошлой зимой. Здесь действуют две трассы среднего уровня сложности длиной 980 метров. Перепад высот – 225 метров. Они аттестованы Международной лыжной федерацией для спортивных соревнований в дисциплине с лалом. «Порядка 100 миллионов уже вложено. В течение трех лет мы вкладываемся. Строительство шло поэтапно. Первое было – это отработка спуска. В 2018 году мы поставили бугельный подъемник. В этом году уже дополнительно улучшили качество склона, добавили сервисный центр, блинную построили, стоянку, ну и всю инфраструктуру. Оптиковолокно притянули, камеры поставили. То есть совершенно нового уровня теперь представляет собой этот горнолыжный комплекс. В дальнейшем собственник площадки компания «Курорт Белокуриха» планирует обустроить сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов. Могут ли фотографы помочь сохранить дикую природу? Организаторы конкурса «Живая природа Алтая» уверены в этом. В Барнауле уже в девятый раз фотографы со всей Сибири представили снимки уникальных заповедных уголков. На открытии выставки побывала Ирина Харитон. Краснокнижные птицы, редкие растения и насекомые. С такими трофеями пришел в Государственный музей истории, литературы и культуры Алтайского края Роман Алдергот. 19-летний парень не браконьер, он фотограф. Замечать уникальное в природе и запечатлевать это начало еще в детстве, когда отец брал его с собой в походы. С тех пор появилась любовь к лесам. Признается, иногда ради одного снимка приходится идти на многое. Чтобы снять вот этих эстят, пришлось залезть на дерево, построить там скрадок и снимать оттуда, сидеть по несколько часов. Самое сложное, что вы можете в работе? Ну да, выносливость бывает. Нужно сидеть подолгу, по 4 часа в ожидании кадра, то есть пока животные выйдут или появятся. Вот допустим у аистов родители их прилетают кормить, а истят раз в полтора часа. То есть этот момент нужно успеть заснять. Фотоконкурс «Живая природа Алтая» проходит уже 9 лет. Роман участвует последние 5. Фотограф-любитель учится на географа. Многие фото и вовсе сняты на телефон. Для них в конкурсе есть отдельная номинация. Мы больше ориентированы на любителей и больше ориентированы именно на украинских любителей, чтобы дать им возможность выставиться и посмотреть, как выглядят на самом деле фотографии не на экране монитора, а вот и выглядят именно на печатной фотографии. Поэтому мы как бы удовлетворены тем количеством и тем качественным составом. Участников-любителей в этом году 123 человека. Вместе они представили около 900 снимков, но в финал прошли только 50. Большую часть из них сделали на территории заповедников и природных парков. В вопросах грана и окружающей среды становятся ярче, заметнее, агрессивнее некоторой стороны. Поэтому я считаю, что эта выставка очень важна и она в том числе привлекает внимание, конечно, к особо охраняемым природным территориям, которые являются островками вот этой живой, дикой природы, среди вот природы, которая осваивается человеком. Посмотреть на уникальные кадры можно в Государственном музее истории, литературы и культуры Алтайского края до 19 января. Если вы хотите поделиться своими снимками, следите за информацией на сайте музея и обязательно участвуйте в конкурсе «Живая природа Алтая» в следующем году. Ирина Харитон, Анатолий Фукс, Новости. Большой концерт победителя второго сезона телепроекта «Голос» Сергея Волчкова состоится в Краевом театре драмы уже в этот четверг, 5 декабря. Для барнольского зрителя артист выступит с новой сольной программой. Сергей Волчков исполнит всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, а также классику. Прозвучат легендарные песни с кинофильмов и романсы, которые наизусть знает практически каждый. Концерт состоится 5 декабря на сцене театра драмы начала в 19.00. Не пропустите, билеты еще есть. Алтайская лыжница Яна Кирпиченко заняла 33 место на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской руке. В воскресенье прошли гонки и преследования у мужчин и женщин. В составе сборной России на дистанцию 10 километров свободным стилем ушла и барнаульская спортсменка. Среди россиян Кирпиченко оказалась второй. Ее соотечественница Наталья Непряева показала 18-й результат. Что касается призовых мест, весь подиум заняли норвежки. Первой оказалась Тереза Йохаук. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и до встречи в следующих выпусках.